Девушки отдыхают А мы договорились... Нет, 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 нет. Потому что с девушками я обычно встречаюсь по вечерам. Понял? Вечеров нет. Вечера у нас теперь заняты единорогом. Кем? Единорогом, чили-тили-теста, жених и невеста. Рогов мне больше не жених. Если ты хочешь, я тебе все расскажу про нас с Роговым. Но сейчас ты мне должен пообещать одну вещь. Это очень важно, правда. Понимаешь, Рогов он... Шпион. Откуда ты знаешь? Господи, боже мой, на правду говорят, что женщина ушами любит. Потому что у вас глаз-то нет. У него же на лбу, прям вот под Рогом, неоновая вывеска. Шпион. Страхов, хватит комиковать, послушай. В тот вечер, когда ты его видел, ты вообще не должен был его видеть, понимаешь? Ты можешь просто об этом забыть. То есть, если ты не вышла за Роговым и не собираешься, у меня никакого резона его помнить нет. Я правда не собираюсь за него выходить. А это значит, что, прощальный подарок, что ли? Ну, хочешь, верну. Не-не-не, что ты, что ты? Тебе идет. Я что, ревнуешь, что ли? Похоже. Похоже, нам кофе нужен, только настоящий. Я сбегаю? Ну-ка, иди сюда ко мне, малыш. Ну-ка. Что у тебя тут? Ну что, мой хороший, комбинезон сейчас запутался, что ли? Да, Жень, ты чего? Ты совсем, что ли, Димон? Нормально человек от людей пугать? Я помочь хочу. Привет, Женька. Привет, соседка. Слушай, ну извини. Откуда был кадав? Мама в Турции расслабляется. Сдала на хранение. Ой, Жень, тебе бы самой расслабиться. Вон, чуть мне Димона не прибила. Слушай, а ты что думала, это твой псих, да? Какой еще псих? Ну, этот маньяк чулочный. Я тут слышала, он вышел. Он же тебе вроде отомстить обещал. Ой, Жень, веселая у тебя жизнь. Обещать не значит жениться, Люсенька. А кроме того, если из-за каждого такого обещалки надергаться, Паркинсон заработать можно. И жизнь у меня, Люсь, поверь, очень скучная. Угу. Ну ты себя береги, хорошо? Хорошо. Пошли, Димон. Ага. Мармонтик, иди ко мне, маленький. Ой, Женька. Уронила. О как. А не скучная у тебя жизнь? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Он через пять вышел по УДО. Когда приговор зачитывали, сказал, выйдет, и Женя отомстит. Погодите, ну мы же знаем адрес твоего. А? Чего мы сидим? Надо ехать. Кто с Чулком к нам придет, как говорится, от Чулка и... Отставить. Потому что мы еще не доказали, что это именно его угроза. Все, что мы можем, это профилактическая беседа строго в рамках закона. Повторяю, в рамках закона, но строго. Огареву пока возьмем под охрану. Сергей Михайлович, миленький. Да вы этого Чулка видели? Я на него ду, но он упадет. Первым Огареву заступит охранять. Страхов. К сожалению, не имеет полномочий. Жариков, ты все знаешь про Чулка, поэтому едешь к нему сейчас домой. Нет дома, едешь на работу. Достань его хоть из-под земли. Получается, Пирогов, ты первым заступаешь охранять Огареву. Вопросы есть, вопросов нет. Работаем. Пирогов, что грустный такой? Вчера я дописывал рапорт. Поза вчера дежурил. Поза-поза вчера жариковские дыры отмечали. Если я сегодня опять поздно приду, жена мне увольнительный выпишет. Так. Пирогов, ты нам нужен женатый и счастливый. Так что давай иду домой. Жену поцелуешь, детей спать уложишь и обратно меня охранять. Нет, Жень, ты что, этот тип реально опасный. Может грозиться тебя убить. Никому не скажешь? Могила. Спасибо, Жень. Жариков. 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 Ну это ж не чулок, дверь чулка. Она ни в чем перед тобой не виновата. И минут десять ее уже метелишь. Нету человека дома. Пошли. Жариков. Нету дома его. Вот. Как вышел из тюрьмы, взял у меня ключи. Говорит, к бабе своей поеду. Алло. Алло. Пирогов, алло. Вы что, там детей успели завести, что ли? Да мне тут надо было домой заскочить на 20 минут всего. Тут, в общем, семейное сложное дело. Женя где? Она обещала бы осторожнее. О, шляпка, шляпка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорюк. Игорюк, сука. Вон! Где должен был быть, а? Сука, ты где быть должен? Перестань. Ты с ней быть должен. Жариков, перестань. Урод, ты за ней смотри должен был. Ты куда уехал, а? Где ты был? Эй, что происходит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя. 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 Вот так, подальше, подальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, Страхов, Чулка объявили в розыск. Когда дело касается своих, наши будут землю рыть. Так что хватит меня охранять. Иди домой. Никуда я не пойду. Новостей не смотрелаешь-то? Мало того, что рассказали все, так еще и имя твое назвали. Эта тварь знает, что ты жива. Да уж. Жива. А Люся? Ну? А Люся? Ну? Это все из-за меня, понимаешь? Это я просила ее с Мормоном погулять. Господи, какая ты глупость. Из-за какой-то дурацкой тряпки, из-за какого-то пальто. И все, понимаешь? Все. Тихо, тихо, тихо. Если бы я к нему не пошла, если бы я сама вернулась, я бы погулять с собакой, то ничего бы не было. Тихо, 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 тихо. Люся была бы жива. Тихо, тихо, все будет хорошо, правда. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я тебе все расскажу, Тольфь Карл. Это не для Бога, ладно? Все. Ну, как ты уже, наверное, понял, с Роговым у нас было все серьезно. Угу. Мы собирались пожениться, а потом он просто пропал. просто в один прекрасный день исчез, и все. Ни ответа, ни привета, ни звонка, ни смс. Ну, я сначала ждала, потом искала, а потом успокоилась. И тут через два года он появился. Привет. Я хочу закрыть дверь и лечь спать. мне надо все тебе рассказать. Давай объясню, почему тогда пропал. С чего ты взял, что я буду тебя слушать? Понимаю. Мы все на карантине. Этого номера не существует. Меня самого пока официально не существует. Подарок. И ты ему написала смс? Да. И вы встретились. Да. И он тебе все-все-все объяснил. Да? Да? А ты все поняла и, конечно же, простила. Вот это хэппи-энд. Чего же я-то такие не пишу, а? Единорог. Замечательный роман может получиться. Замечательный. Да, я его простила. Только это ничего не значит. Я ведь не плеер. Меня нельзя поставить на паузу, а потом снова запустить. И вообще за два последних года в моей жизни много чего произошло. сейчас. 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 Секунду. Сейчас. Да, Анна Андреевна. Страхов. Я звоню вам из больницы. поскольку я человек более ответственный, чем вы, я должна вас предупредить, что завтра я не приду, потому что сегодня я умру. Что случилось, Анна Андреевна? Ой, я понятия не имею. Это пусть решают медики или патологоанатомы. Я сейчас приеду. Хорошо? Я еду. А как я еду-то? Да езжай спокойно со мной. Все будет в порядке. Я никуда не пойду из дома. Даже дверь никому не открою. Даже подходить к ней не буду. Клянись. Клянусь. Анна Андреевна. Анна Андреевна, что? Страхов заберите меня отсюда, из этого лазарета. Я хочу умереть дома. Болит-то где? Страхов. Когда вы доживете до моего возраста, вы поймете, что болит везде. Ясно. Понятно. Алло, Жень, это я. Как дела? Что? Что у тебя-то там за бэк-вокал? Да это мормон. Видимо, решил, что мне на сегодня мало. Мормон, хватит надо мной издеваться, ну! Аль... Чёрт вас подери, ну, помогите мне с вами разобраться-то. Страхов. Вы в своей жизни-то разобраться не можете. Куда вам в медицине? Так. Или вы мне говорите, что с вами, или я вас увольняю. Тиран. Вот с вашими женщинами-то вы настоящий демократ. Стоп, стоп, стоп. Это что вы сейчас мне, Касабланку цитируете? Да, потому что я не хочу умирать в пошлости. Так. То есть вы пересматривали Касабланку. Если вы пересматривали Касабланку, то только ради Хэнфри Богорта. А когда вы видели Богорта, он, конечно, вам напомнил... Боречку моего, Боречку. Погодите, погодите, погодите. Нет. Боже мой, только... Только не это. Нет. Вы опять абсент пили? Пили или нет? Да. Рюмочку. Боже мой. Анна Андреевна, у меня дома залежи алкоголя. Вискин 40-летний. Вина лучше к урожаю. Коньяк, простите, ради бога, вашего возраста. Ну что ж... Что ж вы эту французскую дрянь-то в рот тащите? С туайоном. Её ж во всём мире запретили. Кроме вот моей квартиры, разве что. Сестра! Сестра! Что такое? Я знаю, что с ней. Вы что, врач? Нет, я народный целитель. Нормально всё? Как я и предполагал, слухи о вашей непробиваемости оказались сильно преувеличены. Вон вы какая нежная, ранимая, трепетная. Просто Ильза из Кособланки. Нашёл с кем сравнивать. А вы знаете, что вы из-за вашего кина могли запросто помирить? Страхов. Вы знаете, что в жизни есть вещи гораздо важнее смерти. Мормон, угомонись, я тебя умоляю. Угомонись, и я вышвырну тебя на улицу. Так вот что ты хочешь, на улицу. Пошли, пошли. Ну давай, зверь. Две минуты и назад. Давай. Мормон, ну ты куда? Мормон! Мормон! О, Боже мой, жива. Жива! Жарик. Алло. Страхов, ты не спишь? Ты-то чего не спишь? Чулка нашли. Как нашли? Когда же вы успели-то? Что? Чулка нашли. Поехали. Дома его не было, да? Был он дома? Мы после убийства приехали, дверку сломали. На тебе. Дни пять уже лежат. Это точно чулок-то? И это чулок, и вот это чулок. А это что такое? Ах. О, хе-хе. Да это подпись. Помнишь, мы с тобой фотографии по делу смотрели? Девчушку такую, тоненькую, в жёлтом платье, помнишь? Вот она. Погоди, это что, месть, что ли? Да нет. Просто ел платье, подавился. У девчушки твой брат здоровый такой бугай. Платье у нас это, для похорон выбросил. А похоронил вон кого? Слушай, да, я пару снимку сделаю. Вот что бывает, когда закон не работает. Понятно? Да, да, про закон-то понятно. Только если он пять дней здесь лежит. Кто пять минут назад Жень подушил? М? Вот я-то непонятно. Пинкертон. Жень. Ну, давай ещё раз. Ты его вообще не видела? Вообще-вообще? Вообще-вообще. У меня глаз на затылке нет. Ладно, Жень. Ну, может, руки. Ну, хоть руки вспомнишь. А ну, я не знаю, ну, там кольца или браслеты. Да, Жариков. У него на руке был перстень. С черепом и костями. Знаешь, вообще-то, когда тебя душат, глаза заняты тем, чтобы с орбит не вылезти. Да не думайте вы, я не боюсь. Слушай, а может быть... Нет, не может быть. Я тебе говорю, я ничего не заметила. Вообще ничего. Страхов мы знакомы уже не один день. А я ведь почти ничего о тебе не знаю. А что ты хочешь знать? Например, как ты писателем стал? О, это как все. Все же дети мечтают стать космонавтами. Вот и я и мечтал. Потом понял, что скука смертная. Это, представляешь, ты по полгода сидишь на МКС и в иллюминатор смотришь. Думаю, нет, надо идти родине служить. Военные, это же хорошо, воевать-то весело. Но выяснилось, что там надо подчиняться. А ты же знаешь, я не очень умею и совсем не люблю. Думаю, тогда я стану политиком, потому что политики никому не подчиняются. Наоборот, все им подчиняются, но я так думал. Но выяснилось очень быстро, что там ответственность есть. Тогда я решил стать журналистом. А там стало понятно, что надо правду писать. А где ее взять? Правду-то, да? Вот ты и выбрал себе профессию, где не скучно, никакой ответственности. Правду говорить не надо. Так и стал писателем. Да что ж ты вся трясешься-то? Ну что? Иди сюда. Адье. Слушай, ну опять, Анна, не успели привет сказать уже пока? Да нет, а тупыря, который на меня напал, пахло адье. Ну парфюм такой, адье. Ишь, у тебя познания-то какие, а от меня чем пахло? Да без понятия я. Только один известный мне мужчина пользуется адье. Привет. Привет. Можно? Да, конечно. М-м-м-м. Тот самый адье? Тот самый. Ты вроде хотел мне что-то объяснить. Хочу, чтобы ты главное знал. Я все эти два года думал только о тебе. Я за это время даже голоса женского не слышал. Там, где я был, с женщинами вообще не разговаривают. А где ты был? Жень, ну, ты же знаешь, я не могу сказать. Секретной операции я сам почти ничего не знал. Поверь, я даже связаться с тобой не мог. А я бы смогла. А ты не смог. За два года не смог. Ладно, я пойду. Подожди. Может, все-таки останешься. Саудовская Аравия? Ладно, пока. Да нет, это бред. Это полный бред. Он не мог, он... В любом случае, ты же понимаешь, что Рогов не мог перепутать меня с Люсей. Пусть на ней даже было мое пальто. Ты говоришь так, как будто до сих пор в него влюблена. А ты говоришь так, как будто ревнуешься. Да, я ревную. Я тебя очень прошу. На пушечный выстрел к нему не приближаюсь. Ну, хотя бы до тех пор, пока я не выясню, что происходит по своим каналам. Потом вместе будем решать. Значит так. Мы ничего вместе решать не будем. Значит так. Ты к нему не идешь. Ясно? Я серьезно. Посмотри на меня. Окей, хорошо. Я к нему не пойду. Обещаю. Чай будешь? Лучше что-нибудь покрепче. Так. Что случилось, рассказывай. Рассказывать? А с чего начать рассказывать? С какой попытки меня убить? С писем с угрозами? Или может с Люсиного трупа у подъезда? А может все показать, как меня душили? Между прочим, это все с тебя началось, Рогов. С твоих монеток саудовских. Может быть, это ты мне хочешь что-нибудь рассказать? Я хочу, чтобы ты мне рассказала, кто еще кроме тебя знает посыловские монеты. Только Страхов и я. Слушай, Страхов, ты кончай меня шантажировать. Николай Степанович, ну бога-то побойся. Кто тебя шантажирует, родной? Ты что? Как ты знаешь, Российская Федерация... Заявила, что никакого отношения, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поверь ты. Ну поверь, мне совершенно неинтересно знать, как вы этого шейха из окна выкинули. Мне про Рогова интересно. Рогов начальник оперативной группы. Так. После того, как шейх выбросился сам, подчеркиваю, сам выбросился из окна, нашим ребятам удалось найти электронный носитель с довольно-таки важной для нас информацией. Через какое-то время этот носитель был похищен. Группу по-быстрому вернули в Россию. Ну вот один из них, как оказывается, крыса. А вот кто? Этого мы пока выяснить не смогли. А вдруг единорог, крыса, а? Николай Степанович, давай, ну не в службу, а в дружбу. Намекни хотя бы, как она выглядит-то, что это такое? Маленькая такая, но очень дорогая фигура. Роман Андреевич, ты чего, а? А где кулон, который я тебе подарил? Кулон? Да он порвался, когда меня душили, я его в карман пальто сомала. Другого пальто, а что? Понятно. Дай свой телефон. Как там его фамилия? Страхов. Ты что делаешь? Слушай! Нет, это ты теперь меня внимательно слушай. Вот теперь тебя точно могут убить. Поэтому пока я не скажу, телефон не включать. Я тебе прямо сейчас организую, куда спрятаться. За город поедешь. Есть кому тебя отвезти. Кто-то, кто напрямую с тобой не связан. Сейчас пока нельзя. Потерпи. Сейчас, еще немножко. Еще немножко. Ну, можно. Пост проехали. Чуть не задохнулась. Чего так долго ехали-то? Пробок полно. Так, через сто метров поворачиваем. Так, через сто метров поворачиваем. Иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Страхов! Ты напугал меня до смерти. Лучше бы я тебя до смерти напугал, когда к этому единорогу твоему не пускался. Это называется нормальный инстинкт самосохранения, которого ты, кстати, начисто вешена, как и мозгов, собственно. Знаешь что? Я вот хочу еще пожить и поревновать. Так кто тебе жить-то мешает, а? Ты понимаешь, чтоб жить нормально, нужны основы какие-то незыблемые. Вода мокрая, земля круглая. Огорёва никогда не лжёт, а ты мне солгала. Да, я тебе солгала, потому что ты не хотел слушать правду. Послушай, я его знаю много лет, он не убийца. Кто угодно, но не убийца. И он не хотел никого убивать. Так, на, сюда смотри. Вот эту смс-ку прочти. Прочти, прочти. Он не просто тебя сюда заманил. Он и мне этот адрес написал, чтоб я приехал, и он у нас тут двоих, и... Тихо, 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 тихо. Не советую. Нет. Нет, только не ты, Куликов. Так, теперь тихо и спокойно, клади пистолет. Дай сюда. Рогов, может ты мне наконец объяснишь, что здесь происходит? Теперь объясню. Это мой лучший друг. Был. Мы на операции вместе были. Уж не знаю, кто его там перевербовал, но... То, ради чего мы там были, украл очевидно он. Нас обыскали всех, всю группу. Но до меня только сейчас дошло. Но, когда меня обыскивали, Колом, то я уже подарил тебе. А привез ее от ювелира. Вон. Погоди, погоди, погоди. Ты что хочешь сказать-то? Что ты оттуда привез какие-то сокровища или бобы, которые были в этой побрякушке, а он их отнять хотел? Путем удушения Жени? Женька у себя на шею носила возможный повод для Третьей мировой войны. Слушай, а страхов-то здесь при чем? Ты зачем его сюда заманил? Когда этот гад тебя не нашел, решил поехать к твоему другу. И уж точно нашел бы способ вытянуть из него информацию и о тебе, и о Кулоне, и обо всем на свете. А потом бы просто убрал ненужного свидетеля. Стоп, 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 стоп. Это ты что хочешь сказать-то? Ты мне что, жизнь спас, что ли? Страхов, прости меня. Я тебя не послушала, Сей. Это было неправильно. О чем ты говоришь, Жень? Прав был твой единорог-то, тебе жизнь спас, и мне зачем-то. Хотя мог запросто соперника устранить. Ох, я бы на его месте. Женя, Огорева, ты чего? Представила тебя с погонами. Не знаю. А, а я думаю, мне пошло бы. Ну? Я пошел. Слушай, Страхов, я обычно такого не предлагаю, но у меня есть коллекционный коньяк. Берегла на случай трехкратного спасения от смерти. А пить будем за спасителя, да? Да ладно, хватит. Мормон, успокойся, сейчас покажу. Французские маме подарили. Господи. Этот день когда-нибудь закончится. Что такое? Мама весь коньяк выпила? Да. Значит так, в ближайшее время все это чекистское братье устраивают у меня тут субботник. Правильно, кровавую банду к ногтю. Их крыса у меня здесь рылась, пусть они убираются. Женя. Что? Это не крыса рылась. Вообще не они. Кулон на самом видном месте. Значит, не его искали. А кто тогда? Мормон, хватит, ты меня уже достал. Слушай, может пойдем, что мы погуляем, хоть мозги проведем. Да, конечно, сейчас пойдем. Только давай мы сначала в кино сходим, потом с ним погуляем. В кино? В кино. Это мультфильм 3D. Хороший мультфильм. Что происходит? Ты не можешь объяснить, наконец, что происходит, а? Я прошу тебя, поверь мне хоть раз в жизни. Пожалуйста, пожалуйста, поверь мне сейчас, ладно? Мы сейчас ведь с тобой в кино-то опоздаем. И главное, знаешь что? Ключи не забудь. Не понимаешь, с чем Армалова это? Нет? У тебя там на полу человека. В спальне лежит человек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, роль спецслужб в нашей жизни сильно преувеличена. Тут все гораздо проще, гораздо страшнее. Сколько тварей на работе видела, не сосчитать. Но представь, что одно такое чудовище может... Люсю. Давай я тебе чаю сделаю. Да сколько можно чаю? Ладно, извини, я... Я просто пытаюсь как-то уложить все это в голове. Ну так давай вместе ее уложим. Люсина сумка. В ней деньги. Видимо, наследство от все-таки она мне говорила. Муж, точнее, это жалкое подобие мужчины, бухает и не работает. И тот этому козлу начинает бешено вести. Сначала он узнает про Чулка, потом видит записку, потом я прошу Люсю погулять с собакой. Жень, ну без проблем. Ну погуляю, конечно. Тем более мне сегодня на работу не надо. Да. Ну все, давай, пока. Раз мне не надо, то и никому не надо. А я все слышу. Ой, да хоть заслушайся. И это тоже слышу. А куда это ты деньги понесла? У Женьки спрячу. От кого? От меня, что ли? Ну от кого же еще? А то ты их все потихонечку пропьешь. Нам тетя Валя поконится, не для того деньги оставила. Да ладно, Люс, ты что? Я их пальцем не трону. Ты мне что, не доверяешь, что ли? Доверяю. На деньги я храню у подруги из органов. Стерва. Марман, иди ко мне. Иди сюда. Гулять пойдем. Иди сюда. Иди ко мне, малыш. Иди сюда. Иди сюда. Молодец. Так. Я думаю, Женька не обидится. Сейчас пойдем, сейчас. honesty. Ха-ха. Извиняй. Солен. Представляю, как ему было фигово. Совсем, наверное, измучился бедняжка. Жена ку-ку, а сумка с баблом у меня в квартире. Но меня-то кокнуть отважно киллер не решился. Зато ему крыс из разведки чуть не помог расправиться со мной. С чулком за гаражами. Тоже ведь знал, гад, что за мной чулок охотится. И тут судьба дарит нашему герою третий подарок. Я сама прошу отвезти меня на дачу. И даю ключи от квартиры, чтобы он мормоны покормил. Спасибо, Женечка, конечно, покормлю. Заодно и денежки заберу. Вот только подарок оказался сюрпризом. По дороге в город пробка, как на Новый год. И пока он рыщет в квартире, пытаясь найти сумку, пробка рассеивается. И мы возвращаемся. Бабамс! И куда ему деваться? А некуда ему деваться, только под кровать лезть. Ты знаешь, я одного про этого гада понять не могу. Если ты не доверяешь человеку, зачем иметь с ним какие-то отношения? Ну, а если имеешь, тогда доверяй. Жень, я почти сутки ничего не ел. Давай я позвоню, суши закажу или нет. Давай лучше морепродукты и супчика горяченького, а? Давай! Спасибо, Страхов. Правда, спасибо тебе за все. Но сейчас мне лучше побыть одной. Понимаю. Сиди, сиди, не провожай, я дверь захлопну. Алло. Привет. У меня твой кулон. Ну, тот, который мой. Да ладно, прекрати, не за что. Я-то здесь при чем? Хорошо, приезжай, забирай. Жду. КОЛЬНОЕ ДВЕРА К坤 Ну, мяговато будет? Что-то со мной не так Слушай, писатель Скажи, что со мной не так? Что-то со мной не так Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры